Всем большой привет! Сегодня, как вы поняли из названия, речь пойдет о выпадении волос после родов. Больше, чем для половины мамочек, эта тема актуальна и очень болезненна. Например, мне пришлось состричь очень большую длину, поскольку меня эта проблема коснулась в полном объеме, и вот только сейчас, спустя 7 месяцев после родов, эта проблема меня покинула. Я знаю, что очень многие видят причину в том, что не хватает витаминов за счет грудного вскармливания, но на самом деле причины кроются в другом. И сегодня я хочу вам рассказать, в чем же именно причина, и почему не стоит переживать по поводу выпадения волос после родов. Итак, когда мы с вами не беременные и не кормящие, большая часть наших волос находится в стадии роста, и примерно процентов 10-20 находится в стадии покоя. То есть эти волосы, они не живут. В какой-то определенный момент они просто выпадают. Это нормальный физиологический процесс, нормально, когда в день выпадает примерно 100 волосков. Что же происходит во время беременности? Во время беременности, по идее, волосы должны становиться намного лучше, чем они у вас были до беременности. Почему это происходит? В организме случается гормональная перестройка, на фоне которой волосы, они остаются в состоянии покоя, то есть они не живые, но они остаются на вашей голове. И после родов, так или иначе, волос этот должен выпасть. И получается, что они как бы выпадают все разом. Поэтому иногда женщина пугается, когда видит этот невообразимый объем волос, который сыпется с ее головы. Она думает, что она лысеет, и ей хочется посадить волосы на клей. На самом деле это нормальный процесс, когда после родов у женщины в день выпадает до 500 волосков. Представляете, 100 волосков должно выпадать в норме у обычной женщины, а у рожавшей женщины 500. Это огромная разница, и визуально это реально кажется, что вы лысеете. На самом же деле, спешу вас успокоить, что это нормальный физиологический процесс. Плохо – это когда у вас обильно сыпятся волосы во время беременности. Это уже говорит о недостатке некоторых витаминов и минералов. Поверьте, повлиять на выпадение волос после родов невозможно. Если у вас этот процесс пошел, если он у вас идет, значит, вы можете делать все, что хотите. Мне кажется, только пересадка кожи головы поможет, если это вот так, если так кардинально. Но на самом деле ничего не способны остановить выпадение волос после родов. Вы можете натирать себе голову перцова настолько, вы можете ходить к бабкам, вы можете делать масочки, наговаривать на свои волосы, чтобы они перестали выпадать. Но ничего способствует остановке выпадения волос. И в течение какого же времени волосы окончательно восстанавливаются и приходят в то состояние, в котором они должны быть? В течение 6-12 месяцев после родов. Если же в течение более чем 12 месяцев, то есть больше чем год ваши волосы сыпятся и сыпятся и сыпятся, стоит обратиться к врачу, чтобы понять, по какой причине все-таки они у вас продолжают сыпаться. Здесь уже причина может крыться во многом. В нехватке витаминов и минералов, в гормональном дисбалансе, возможно, проблема кроется в желудочно-кишечном тракте, может быть у вас какие-то проблемы, что негативно сказывается в коже, волосах и ногтях. Также очень велика вероятность, что после родов изменится структура вашего волоса. То есть если до родов ваши волосы были прямые, блестящие, гладкие, после родов вполне вероятно, что они решат закудряются, стать сухими, ломкими и пышными. Это нормальный процесс. Может ничего не поменяться. Может быть наоборот, они были у вас волнистыми, а стали прямыми. Меняется структура волоса. И не всегда это радует нас. Но тем не менее поспособствовать укреплению волос и постараться помочь им быстрее восстановиться вы можете, конечно же. И я даже советую это делать, потому что укреплять волосы нужно всегда. И в этот момент, когда они обновляются после родов, кстати, вы возможно заметите, что у вас в течение где-то 5-6 месяцев после родов появляется просто невероятный подшерсток на голове, такой пушок. Это новые волосы, которые растут, и они приходят на замену старым волосам. То есть, опять же повторюсь, что волосы вы не теряете. Волосы просто меняются. Волосы растут на другие новые. И так что же вы можете сделать для того, чтобы помочь своим волосам быстрее восстановиться? Прежде всего, это, конечно же, витамины, минералы, например, биотин, всем известный, который очень положительно сказывается на волосах кальция, который необходим для костной ткани. Это в обязательном порядке. Если вы кормящие мамы, кальций нужен вам обязательно и безоговорочно. Это очень важно, чтобы в вашем организме не было нехватки кальция, иначе вы просто начнете рассыпаться. Необходимо употреблять пищу, богатую флавоноидами. Это зеленый чай, фрукты свежие, овощи свежие. И это вещества, которые также необходимы для того, чтобы процессы роста волос были в вашем организме налажены. Необходимо следить за тем, какой расческой вы пользуетесь. Ведь эта расческа должна быть щадящей. Она не должна чесать волосы так, что вы вот так вот их расчесываете. Нужно понимать, что лишний раз дергать волос тоже не нужно. И не нужно расчесывать мокрые волосы, потому что мокрые волосы здесь на всем лезут сильнее, чем сухие. Поэтому необходимо, конечно же, вследить за этим. Также воздействуя внутренне на свои волосы посредством витаминов, минералов и необходимых микроэлементов, вы можете поспособствовать их оздоровлению снаружи. Но здесь же опять нужно очень тщательно подходить к выбору продуктов, которые вы будете использовать. И нужно понимать, что для ваших волос работает. Конечно же, я посоветую вам использовать масла обязательно. Оливковое, кокосовое, репельное. Любое масло, которое вы любите использовать для своей кожи. Ведь кожа головы, она тоже требует тщательного ухода. Для того, чтобы ваши... Если кожа головы сухая, то у вас будут жирные волосы. И для того, чтобы не допустить этого, нужно за кожей головой ухаживать. Поэтому я вам советую не забывать об этом. Использовать масла, маски. Если вы любите домашние маски, например, яичный желток очень хорошо способствует росту волос и укрепляет волосяную луковицу. Или же настойку красного перца, которая стимулирует кровообращение. И это также будет способствовать усиленному росту волос. Не знаю, чем еще вы привыкли в домашних условиях ухаживать за своими волосами. Если же вы не любите рецепты бабушек, то, конечно, вы можете использовать покупные маски. Здесь уже каждый сам себе хозяин. Я не буду ничего советовать. Я посоветую вам ампулы для волос. Ведь ампульный уход это тоже уход, который заслуживает внимания. У меня есть два комплекса. Это марка Dixon. Это профессиональная марка, которую часто используют в салонах. Я приобрела два комплекса. Один комплекс на основе пчелинного маточного молочка, который разрешен при использовании кормящим и беременным женщинам. Эту информацию вы можете найти даже на официальном сайте этой компании. А в зависимости от того, в каком объеме вы теряете волосы и в каком объеме вам требуется уход для волос, вы выбираете базировку и курс применения. И второй комплекс это Tixon Polypant. Это очень известный комплекс, который рекомендует очень многим людям, теряющим свои волосы, не только по причине родов и кормления грудью, но и по многим другим причинам. Дело в том, что кормящим и беременным женщинам нельзя использовать его, поскольку он содержит в себе плаценты, плацентарные вещества. И поэтому его я оставила на тот момент, когда я закончу кормить грудью. Я, конечно же, пройду этот курс, потому что я наслышана о том, что он очень хорошо работает. Вот так вот выглядят эти ампулы внутри. То есть вы открываете, и где-то на один-два раза одной ампулы хватает, в зависимости от объема волоса, от того, насколько вы экономны. Я не экономна, к сожалению. Поэтому вот так, такие комплексы. Я постараюсь оставить вам ссылочку на то, где их можно приобрести, если вдруг вы хотите помочь своим волосам. Вот такие советы. И на самом деле я хочу сказать, конечно же, чтобы те, кто теряет волосы, не переживали. Если вы уверены в том, что вы теряете волосы, пребывая в косыродовом периоде, и всего лишь это причина их потери, то я хочу вас успокоить и сказать, что это все хорошо, нормально, и это не страшно совершенно. Просто можно волосам помочь. И даже если вы ничего не будете делать со своими волосами, если вы не будете их натирать масками, и питать маслами, и укреплять их изнутри, то на самом деле они точно так же перестанут выпадать, но, возможно, чуть позже, чем если бы вы им помогали перестать выпадать. Очень рада, что я, наконец, сняла это видео, потому что эта тема для меня очень близка, и она близка для очень большого количества мам. Спасибо большое вам за просмотр. Пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. Я очень буду ждать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok